Туристический рынок 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 о которых мечтают люди. Как у вас получилось совместить, я так понимаю, ваше хобби и ваш бизнес? Как это случилось? Это наши мечты детства, которые мы стали реализовывать, а со временем приглашать друзей, потом круг расширился, поучаствовать вместе с нами. Так и получилось. Я так понимаю, вы очень часто и много путешествуете, или наоборот? Вы очень редко посещаете Украину? Мы-то мы бываем крайне редко. Между путешествиями буквально не больше недели. Куда вы в ближайшее время собираетесь, и куда вы в ближайшем году приглашаете своих друзей? Сегодня вечером мы вылетаем на остров Пасхи, потом у нас состоится экспедиция на яхтах в Антарктиду, и потом немножко по Патагонии проедемся. Немножко? Да, на пару недель. Андрей, вопрос. А как случилось так, что вы организовали этот бизнес? Как пришла идея, и как она реализовывалась? Ну, изначально пришли мы как фотографы и люди, которым интересны самые необычные, самые красивые места в мире. Также мы работали над рядом телевизионных проектов. Один из них был посвящен тайнам человечества, которые разбросаны по всей нашей маленькой планете. Мы готовили этот большой телевизионный проект. С украинской стороны финансирование не было выделено, хотя там западные компании готовы были. В результате мы пришли к тому, что мы пошли на самообеспечение. То есть мы сейчас сами путешествуем, занимаемся теми же съемками, занимаемся любимым делом. Прежде всего, творческая команда. То есть мы в свои путешествия приглашаем людей, которым интересно не просто поехать туда и увидеть данный объект. На этом все. То есть мы рассказываем, показываем, обучаем фотографии, кому интересно видео. То есть даже могут позаниматься солерисованием. То есть для нас это творческий процесс. И к формированию маршрута, ко всему мы подходим именно с этой точки зрения. То есть если мы едем в Перу, это не просто набор каких-то обязательных мест, которые должен посетить турист. Этот набор тоже входит, но мы обязательно включим то, что когда-то нами было найдено, потому что мы давно уже несколько раз были. Там есть у нас знакомые шаманы, к примеру, либо какие-то люди, которые знают об этом месте глубже, чем кто бы то ни было. Исторические загадки тоже. Да, исторические загадки. Ну то есть люди в путешествии узнают несколько больше, чем если бы это была просто туристическая поездка. То есть по сути своей это больше путешествия, чем туризм. Это больше экспедиция. Это просто путешествие. Нет, мы очень часто свои путешествия называем экспедициями, потому что это с погружением, с исследованием. То есть человек переносит оттуда новые знания, открывает себе какие-то новые возможности, новые увлечения у него появляются. Очень многие идут потом в фотографии, многие начинают читать об этих местах более углубленно. То есть наши путешествия на 80% это экспедиции. Есть, конечно, просто путешествия, посмотреть какие-то интересные места, но есть такие вот. Мы же в том же Перу, к примеру, потом уезжаем на несколько дней, на несколько суток в Амазонию, уходим в джунгли, на лодках, живем там, общаемся с местным населением, знакомимся с миром джунглей, сельвы. То есть это такое исследование, и люди возвращаются из этих всех путешествий всегда измененными. То есть путешествие меняет их. Причем всегда в лучшую сторону, но что они с этим сделают дальше, это уже как бы их выбор. То есть либо они продолжат меняться, и что-то будет новое в их жизни происходить, либо они останутся на том уровне, до которого дошли до этого момента. А можете привести пример человека, который поменялся, и что с ним произошло? Ну, на самом деле, мне бы пришлось перечислить всех участников наших экспедиций. У всех что-то поменялось. У нас, допустим, девочка, сейчас была с нами со Львова, ее зовут Ива. Мы вернулись неделю назад с экспедиции на Килиманджаро. В Африке было восхождение на высшую точку Африки, вулкан Килиманджаро. Также была Танзания, еще там национальные парки. То есть было такое интересное путешествие. Она перед этим с нами была уже в Индии, перед этим с нами была в Перу и в Боливии. И сказала, что сейчас вот этот год, который прошел, она была в трех путешествиях, это год, который кардинально изменил ее жизнь. То есть представление о том, что она может, о ее мировоззрении, потому что оно меняется. Ты же познаешь этот мир, ты познаешь новых людей, ты познаешь новые культуры, видишь, что люди живут там совсем по-другому, могут быть счастливы абсолютно в более низком комфорте, абсолютно без денег, но они счастливы по-другому. То есть там принципы жизни и менталитет у людей совсем другой. И это все, конечно, открывает для человека что-то новое. Ну, это один из примеров. На самом деле, мне пришлось бы вам перечислить всех. У меня был вопрос такой, более предметный. То есть ожидание было, меняли работу, меняли образ жизни, меняли что-то, начинали заниматься совершенно другим тем, чем они ранее не занимались. Ну, есть и такое, но на самом деле, это мы поменяли когда-то работу, поменяли образ жизни, чтобы прийти к тому, чем мы сейчас занимаемся. Потому что когда-то мы занимались там бизнесом, все остальное, все это надоело, возня, и хотелось заниматься тем, что тебе дорого. Это разными творческими проектами, потому что мы с Олей оба творческие люди, мы фотографируем, рисуем, снимаем кино, и делаем это хорошо. И хотелось эту тему развивать, и в результате мы имеем то, что мы имеем по Ганель-студию. Люди, которые с нами путешествуют, то есть им, чтобы поменять это, им надо отказаться от очень многого. От очень многого. То есть нельзя взять, бросить бизнес, и через три дня стать путешественником, и начать. Это очень дорого. То есть путешествие, это не дешевое удовольствие, мы не торгуем турами по 500 долларов. А сколько стоит? Разные, разные цены. Мы стараемся, поскольку изначально все исходит от нас, то есть мы знаем, мы знаем, допустим, лично вождей, там, шаманов, каких-то местных турфирм, гидов, договоримся напрямую с авиакомпаниями. Естественно, мы формируем цену минимальную, стараемся минимальную, но все равно это в рамках особенно нынешних событий, происходящих с валютой, все это очень недешевое. Ну, к примеру, путешествие в Антарктиду стоит 7,5 тысяч евро, это яхта, это только, это без билетов. И это еще дешево. Без билетов имеется в виду, без авиаперелета до отправной точки? Мы в нашей экспедиции включаем все, то есть стараемся включить все, даже если там можно включить питание, мы включаем питание. Ну, понятно, что человек, который отправится в джунгли, он не знает, как сварить, приготовить себе еду, там, под проливным дождем, где-нибудь, или в горах, поэтому идет с нами всегда отряд каких-то поваров, носильщики, которые несут продукты, питание. То есть во время экспедиции, типа, допустим, на Венесуэлу мы ходили к водопаду Анхеля и поднимались на Тепуэра Райма, известный как «Затерянный мир» у Канан-Дуэля, описанный когда-то за основу взят в романе. То есть с нами шел отряд индейцев, которые несли еду, палатки, наши рюкзаки и даже туалеты несли, потому что там такая скалистая основание, что некуда деваться тому дерьму, которое человек за собой обычно оставляет, поэтому это все уносится вниз. То есть там детственно чистая природа, за что спасибо индейцам, что они вот такое вот все-таки сделали и делают до сих пор. В среднем мы по прошлому году, по этому году большинство экспедиций стоили в районе двух с половиной тысяч евро. Это включая перелеты, проживание. И обычно это где-то примерно от 14 до 17 дней, от 14 до 17-18 дней экспедиции чистой. Понятно. Такой вопрос. Вы рассказывая о том, что вы посещаете, я так понимаю, подразумевается, что есть определенные требования к физической подготовке участников? Ну, конечно, ну, в разные путешествия по-разному. То есть если на Килиманджаро сейчас было восхождение, то есть человек должен уметь ходить, заниматься спортом, то есть в день, чтобы мог пройти хотя бы километров 10 в горочку, имея там, пусть небольшой рюкзачок, но он там несет фотоаппарат, бутылку воды, крем для лица такое. А как вы это оцениваете? Ну, участник должен сам понимать, куда он едет. То есть мы не можем... То есть если он принял решение, что он отправился с нами на Килиманджаро, то есть он должен четко понимать, мы прописываем эту программу, в ней все расписано. Расписано, что у вас будет, когда начнется у вас горная болезнь, как с этим бороться. Идут у нас в команде высококвалифицированные горные гиды, которые вам всегда помогут. Идут носильщики, идут местные гиды. То есть всегда есть люди, которые присмотрят, но человек должен понимать, что у него будет болеть голова, но если голова заболит, то не обязательно надо сразу идти вниз. То есть можно еще побороться за себя и за свое восхождение. То есть можно идти вниз? Есть какой-то вариант, когда человек выпадает из... Конечно. Ну, конечно. Если уж совсем уж плохо и горная болезнь начинает прогрессировать, тогда да, тогда один из гидов сопровождает человека вниз. То есть это лучший способ вылечиться от этого всего. У меня к вам вопрос. Скажите, а что больше всего доставляет удовольствие вам в путешествиях? Мне занятие творчеством. Для меня, если бы я не фотографировала, не делала видео, не рисовала, наверное, было бы немножечко пустоватым путешествие. То есть мне интересно это все пропускать через себя и чтобы был какой-то результат. То есть соединять творчество, путешествие и какие-то новые впечатления все вместе. А есть какие-то любимые работы, которые получились за последний год? Работы? Я не осваиваю новые профессии, я просто делаю то, что мне нравится в жизни. И вот сейчас это в так называемую, если это можно назвать, работой, хотя для меня это удовольствие и образ жизни. Я имел в виду работы художественные, либо видеоклипы, либо что-то вот такое сделано, что... Вот только что вернулись меньше недели назад с Килиманджаро, я снимала восхождение наше. Андрей остался внизу, у него были свои дела. Вот. А я с нашей командой, с нашим горным гидом Сергеем Ковалевым, мы поднялись наверх и я снимала видео. И даже в очень сложных условиях, когда это... Мы выходили ночью, в 12 ночи мы начали восхождение, и у нас была метель снежная, и было холодно, и горная болезнь накрывала, и темнота, но я продолжала снимать. Вот. И очень рада. Ну, мы снимаем нон-стоп, но это из крайних впечатлений. Было очень здорово. Я горжусь. С тобой. То есть всегда... Я правильно понимаю, что в таких путешествиях, в таких экспедициях есть место подвигу, внутреннему подвигу каждого человека? Конечно, конечно. Это преодоление себя, прежде всего. То есть мы выходим из зоны комфорта, человек привык утром встать, выпить чашечку кофе, умыться, сладко потянуться, одеть любимую пижаму, или... И сесть комфортно в машину и поехать к себе в офис, где также выйти из офиса вечером и пойти в ресторан. Тут все по-другому. Ты утром встал, тебе надо, там, преодолевая, допустим, головную боль, там, быстренько почистить зубы, выпить воды, одеть ботинки тяжеленные, зачехлить свой спальник, собрать рюкзак, взять трекинговые палки и выйти на маршрут, потом идти несколько часов, борясь с усталостью, с больными ногами, там, если что, с натертостями, и до следующей точки, там, где вы ночуете, конечно, это преодоление себя. Но на вершину, к примеру, группа шла, выход был в 12 ночи, они шли до утра, до 8-7 утра был подъем, то есть вышли на, встретили рассвет, вышли на высшую точку, отметили, там, развернули флаги, сделали фотографии, покричали, поорали от счастья, и потом был спуск еще на 8 часов. Понимаете, то есть это довольно тяжело бывает физически, там, в Непале у нас не так физически, к примеру, тяжело, там тоже сходные высоты, но там маршрут такой более, более, скажем так, более длинный, поэтому такие переходы коротенькие, то есть если восхождение на Килиманджар идет 6 дней, то там у нас 11, хотя высота примерно такая же. Ну, для меня еще такие мои микроподвиги, когда идешь холодно и думаешь, достать камеру или нет, тогда уже и так нормально сняла, потом нет, вот, я уже преодолела это в себе, когда я через силу просто достаю камеру и снимаю без того, чтобы думать, да, уже все сняла, уже лень, холодно, нет, вот это очень здорово преодолеть было в себе. Я так понимаю, в путешествиях достаточно простая еда, бывали ли случаи, когда человек вот выпадал и говорил, дайте мне там шоколадку или что-нибудь, иначе я никуда не пойду, вот такие вот вещи. на самом деле голод не тетка, поэтому человек довольно быстро перестраивается, и еда, она простая, но она вкусная. Потом уже и к юпи апельсином начинаешь привыкать, и в конце похода в Венесуэле уже стал любимым напитком, хотя вначале казалось, фу, как-то пить можно. Да, индейцы почему-то в качестве напитков ставили воду, из ручья, ее можно пить, потому что она действительно это район Рарамы, это где вода рождается, то есть вода нулевого цикла, она выходит из этого тыпуя, в ней нет информации, она девственно чистая, там нет никаких предприятий рядом, там нет загрязнителей, то есть она вкусная, сладкая, чистая вода. Вот, но они ее, значит, вот выставляют нам эту воду, один вариант это вода чистая, второй вариант у них 10 видов разных юпи, оранжевая, синяя, там фиолетовая какая-то и соответственно когда надоедает вода, уже начинаешь пить вот такие всякие юпи, ну так, для разнообразия. Так что с едой в принципе всегда проблем нет, где-то она проще, где-то бывают там прямо изыски, у нас в Боливии во время экспедиции с нами едут поварихи местные, они даже умудряются там, я не знаю, чуть ли не на костре на свечке нам и пиццы и пироги готовить, то есть все, ну от местного населения, но как правило все хорошо. И человек, конечно, он перестраивается и случаев каких-то там отказов или отравлений, то, что я есть не буду или не ел там трое суток, такого не было никогда. Ну, голод не тетка, да, ключевая здесь фраза. Хорошо, а есть ли какие-то пожелания или что-то, что вы хотите сказать нашим зрителям, тем людям, которые смотрят наш канал? Ну, хочу сказать, что прежде всего оторвать свою задницу и отправиться в путешествие, это, наверное, сейчас, это важно. Почему? Потому что реальное путешествие это то, что меняет жизнь, как я уже говорил. Меняет жизнь к лучшему, то есть люди, современное наше общество, к сожалению, очень обозлилось из-за большого количества проблем и политических, и внутренних. И возможность познакомиться с другой культурой, с другими людьми, стать более толерантным, это очень важно. То есть когда ты видишь, что мы живем в очень богатой стране, на самом деле, если когда зайдешь в хижину Масая, где мы сейчас были, которая до воды, допустим, им надо идти на осликах там несколько часов. То есть они каждый день отправляют караван с осликами, который привозит бидоны с водой, которую они пьют, готовят и как-то еще за собой ухаживают. И ты понимаешь, что ты живешь просто чуть ли не на другой планете. И мы счастливы, что мы можем путешествовать, мы можем познавать мир, мы можем ходить к этим людям, и они открыты, они не закрываются. То есть мы, допустим, как-то путешествовали, были в трущобах в Индонезии, и вот ты идешь по улице, тебя приглашают в дом, предлагают водички, там, чая угостить, все радостные, открытые. То есть несмотря на то, что они живут в кошмарных для нас условиях, они живут совсем в гармонии с самим собой. Климат другой, там тепло, и это тоже помогает им улыбаться. Может быть, но факт остается фактом, совсем по-другому. Поэтому я думаю, что зрителям хотелось бы пожелать, чтобы они просто больше путешествовали. Неважно, куда, любое путешествие, но старались не сидеть. Вот вариант приехать в отель и отсидеть там неделю, потом уехать домой, это крайне глупо, то есть можно отсидеть где-то здесь в хорошей гостинице. Это не путешествие. Путешествие это выйти за рамки комфорта, отправиться и познать мир, который вокруг тебя. Если ты приехал в страну, там наверняка будет что. Там будут музеи, там будут местные обычаи, там будет местная кухня. Это все познание окружающего мира. Спасибо. А что можно сказать девушкам, почему им надо путешествовать? Нужно слушаться свой внутренний голос. Если он говорит, что нужно ехать, нужно ехать с нами. Спасибо огромное. Хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях люди, которые смогли сделать так, что их любимое дело и является тем, что дает им удовольствие от этой жизни и кроме этого приносит достаточно денег, чтобы этим можно было заниматься каждый день. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. До свидания.